Ну и к другим темам. Среди преступлений, которые совершают красноярцы, больше всего краж и тех, что связаны с оборотом наркотиков. Об этом сообщил прокурор края Михаил Савчин. Сегодня на большой пресс-конференции он больше часа отвечал на вопросы журналистов и рассказал, как идет расследование наиболее резонансных дел. Ну, например, Савчин ответил на вопрос, не слишком ли маленький штраф его ведомства выдвинуло бывшему министру края Денису Пашкову, которого, я напомню, обвиняют в хищении 29 миллионов бюджетных рублей. И вот, что ответил прокурор. Предложенное обвинением наказание в виде шести лет лишения свободы, по нашему мнению, соответствует тяжести содеянного и личности подсудимого Пашкова. Обвинением учтено, что сумма похищенных бюджетных средств в 29 раз превышает определенную законом, как особо крупную. Сумма штрафа в 900 тысяч рублей предложенного суду в виде дополнительного наказания является близкой к максимальной, поскольку, согласно санкции части 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, штраф может быть назначен в сумме не более 1 миллиона рублей. На этой же пресс-конференции Савчин рассказал и о деле ранее ни горожанам, ни журналистам неизвестным. Оказалось, что прокуратура проверяла кривое мистерство спорта, туризма и молодежной политики и выяснила много интересного о чиновниках от спорта. Проверка показала, что они владели долями в уставных капиталах коммерческих организаций, кроме того, одному из них принадлежат ряд земельных участков в Емельяновском районе. Массовый характер носят случаи несообщения руководителями государственных учреждений о получении доходов, не связанных с их основным местом работы. К примеру, генеральный директор хоккейноклуба «Сокол» в 2012 году получил, но не указал сведения о доходе, превышающей 3 миллиона рублей.